Всем привет дорогие друзья! Началась настоящая в самом деле лишняя осень, похолодало, подождливило. Локомотив разъехался по сборным, там 8 человек в сборной России, 2 в сборной Армении, 1 даже в сборную Мексики у нас теперь уезжает. Ну и в общем-то самое время подвести итоги не только матчу с крыльями Советов, но и всему стартовому отрезку. Не знаю, буду делать более подробный ролик по всему первому кругу после следующей нашей части сезона, после следующих сборных. Но я думаю, что уже сейчас точно можно подвести определенные итоги вот этим стартовым 11 туром чемпионата России, российской премьер-лиги и Кубка России. То, что будет дальше, я думаю, будет немножечко отличаться от того, что мы видели сейчас. Ну и, собственно, поэтому и можно подводить итоги и понять вообще, что случилось и как это стало возможным. Ну, для начала давайте поговорим про матч с крыльями Советов, на который Локомотив вышел ровно тем же самым составом, что и неделю назад. И добился победы гораздо более сложной, чем неделю назад. Но, собственно, по-другому оно и не могло быть. И когда ты проводишь такие матчи, как со Спартаком, очень эмоциональные, когда у тебя все получается. И получается в том числе потому, что ты невероятно заряжен на этот матч и очень хочешь доказать всем и себе в частности, что, например, матч с Краснодаром был всего лишь трагической случайностью. Ну, многие же говорили перед матчем со Спартаком, что вот, дескать, Локомотив побеждает только команды там из низа турнирной таблицы, а как только сильный соперник там Динамо или Краснодар, то сразу же идет потеря очков. Да и матч с ССК мы хоть и выиграли, но там по большому счету на победу не наиграли, это был ничейный матч. Вот, соответственно, я думаю, что эмоциональная заряженность команды на матч со Спартаком, она была запредельной. Ну, вы, собственно говоря, видели на забегах Ильи Самошникова, на том, как он после подката вставал и орал там во весь голос. Ну и в целом вся команда была максимально сосредоточена, максимально билась за результат и достигла его. После таких матчей играть на Кубок России, играть в чемпионате России против крыльев советов, очень бедовых крыльев советов в этом сезоне, у которых там тренер на грани отставки. Он, конечно, на грани отставки не совсем по футбольным причинам, как мы, наверное, понимаем, но все равно, ну, эти крылья советов, это не читать тем крыльям из прошлого сезона, которые были грозой для всех. У них раздербанили состав, да и не только в составе дела, как-то потерялась самобытность, что ли, команды. Нету ярких исполнителей, нету на кого положить глаз. Есть Гаре, который по прошлому сезону вроде феерил, но то ли травма, то ли еще что, но нынешний Гаре все равно остается неплохим футболистом, но это точно не тот человек, за которым ты следишь и говоришь, что вот один из лучших футболистов лиги вообще играет в крыльях советов. Нет, теперь это просто один из многих футболистов нашей лиги и в целом, ну, это и по результатам крыльев советов тоже видно, очков они набрали сильно, меньше, чем, наверное, планировали. Но это не наши проблемы, это проблемы крыльев советов. Наши проблемы в том, что эмоционально собраться и выдать максимально концентрированный матч, максимально собранный на тех же скоростях, на которых мы привыкли играть. Ну, с каждым следующим матчем будет все тяжелее и тяжелее и тяжелее. Да, ну, то есть нам предстоит в конце октября играть с Зенитом, там тоже Локомотив соберется и тоже постарается выдать свой максимум. Но вот матч с Химками, который будет перед Зенитом и там последующие матчи, ну, честно говоря, я бы не ждал от них того же, что было у нас в начале сезона, когда мы приезжали в Грозный к Ахмату и закидывали 5 голов. Я думаю, что до конца сезона мы, ну, вот такой вот легкой голевой феерии, ну, вряд ли увидим. Ну, может быть, если где-то нам там повезет и те же самые Химки очень любят рассыпаться, пропустив первый гол, все, дальше Химки уже не собираются. Мы это видели и в Кубке, когда мы им забили во втором тайме гол и после этого еще 4 вообще без сопротивления. И вот на этой же неделе Краснодар то же самое сделал с Химками тоже. Упирались, упирались с Химки, потом Корда бы им воткнул и все, и Химки решили, что на этом наши полномочия, все, защищаться мы больше не будем. Вот, но другие команды, которые нам там остались, какой-нибудь Файкл, какой-нибудь Рубин, они точно не будут рассыпаться и точно очень много крови нам попьют. Это будет потом. Сейчас вот мы увидели на этой неделе прообраз того, как это скорее всего будет. Крылья Совета берут на вооружение тактику, которая более-менее работает против Локомотива и, ну, в целом, наверное, работает против любого клуба, который пытается атаковать и играть с позицией силы. Очень часто меня смешат разговоры о том, что вот у команды плохая позиционная атака не только про Локомотив, а вообще там про Спартак там говорят, про другие команды. Если против них поставить автобус, то они очень с трудом его вскрывают и не могут ничего с этим сделать. Но, извините, именно для этого автобусы и были придуманы, именно для этого команды и играют в глухой обороне против сильных команд. Никто не играет в глухую оборону против слабой команды. Да, ты играешь вот как Рубин против Барселоны в свое время, поставил 10 человек штрафную и отбиваешься, где-то там в контратаке убегаешь. Это единственный шанс слабых команд вообще на какие-то очки. Это не всегда работает, не сработало и у крыльев советов в этот раз. Но хоть какой-то шанс у тебя в этом есть. Если ты ввязываешься в открытый бой, то, скорее всего, ты просто 5 получишь и на этом закончишь. Ну или вот Оренбург, да, у нас был недавно матч, где они смогли нам забить 2, но в ответ все равно получили 4. И, ну, не можешь ты оказывать сопротивление командам, у которых футболисты выше классом и игра более выстроена во многом за счет того, что футболисты выше классом. Да, тебе приходится садиться в глухой оборону. Вот Пари НН с нами попробовал вот в такой вот очень глухой обороне сыграть, и у нас были определенные игровые проблемы. Но вместе с тем нам удавалось вскрывать эту оборону. До поры, до времени не получалось забить. Потом получилось, наконец-то. Забили двушечку и отпраздновали победу. И вот то же самое решили против нас построить крылья советов. Только крылья советов, команда все-таки, ну, там хороший тренер, там лучше подборы футболистов, чем в Пари НН. И поэтому, кроме того, что они неплохо оборонялись и понимали принципы, по которым нужно обороняться, они еще и выстреливали очень хорошие контратаки, длинные передачи, футболисты неслись по флангам. Ну и какие-никакие проблемы обороне локомотива создавали, чего, например, у Пари НН вообще не получалось, кроме как с стандарта. Да, они нам забили. Крылья советов не забили вообще, но по факту на самом деле создали проблем больше, чем Пари НН. Так тоже бывает в футболе. Игра, завязанная на случайности. Но главное во всем этом, то, что определенные проблемы воротам крыльев советов локомотив создавал регулярно в течение всей игры. И это самое важное. По-другому не может быть, когда против тебя обученная команда защищается большим числом человек в своей штрафной площади, ты не сможешь создать там 50 моментов. Ну это просто невозможно. Ты в лучшем случае свалишься на 50 дальних ударов. Но твоя задача создать их хотя бы там 5-6, нанести 5-6 ударов изнутри штрафной площади. Если у тебя футболисты высокого уровня, то этого будет достаточно для того, чтобы вскрыть оборону и забить гол. Такие моменты у нас были. Но, к сожалению, вот до выхода Тимура Сулейманова мы просто не могли их завершить. А так, ну, Батраков бил изнутри штрафной площади с левой ноги в дальний угол. Ломаев вообще не мог ничего с этим поделать. Но просто Батраков не попал поворотом. Да, были штрафные, были угловые, из которых тоже шли неплохие навесы, были даже удары по воротам. Но не получалось в этот раз, так как периодически получалось в других матчах. В этом всем, когда у тебя вот такой матч и у тебя не получается взломать чужие ворота, очень важно сохранять концентрацию. Максимальную концентрацию, не допускать ошибок, бежать назад в оборону, там, срывать атаки в их зародыши, чтобы не допустить контратаки. И вот это у нас, наверное, не получилось. Это вот главная проблема этого матча, да, то, что в обороне с концентрацией были проблемы. И самые опасные моменты, которые создавали крылья, они действительно были опасными. И Лантратов не зря получил статуэтку лучшего игрока матча. Они случались именно из-за того, что наши футболисты в обороне, уже получив мяч, они уже как будто бы все самое сложное сделали и мыслями отпускали эту ситуацию. И, например, Сельянов после приема мяча отпускал его метры на три. Тут же подхватывали игроки крыльев советов. А наши, это футболисты, думали, что мы уже мяч перехватили, уже надо бежать в атаку. И вот на этом перестроении нас и подлавливали. Как минимум два раза и два самых, наверное, опасных. Ну, как минимум два из четырех опасных моментов крыльев советов, что я помню, случились вот именно из-за того, что мы абсолютно безалаберно распоряжались мячом после того, как сделали уже самую сложную работу, отняли его. Ну или там крыльев советов нам его отдали неточной передачей. И вот от этого нужно избавляться. Но я не очень понимаю, как можно от этого избавиться. Потому что, ну, физическую форму, да, у тебя есть тренер по физподготовке. Он может каким-то образом повлиять на то, в какой физической форме находятся футболисты. И локомотив, сейчас я об этом не устаю повторять, локомотив исправил ошибки прошлого. И у меня ноль абсолютно претензий к Жинкину, к Галактионову по предсезонке вот этого сезона. Да, если мы в прошлом сезоне, в прошлом году неоднократно на это обращали внимание, я неоднократно на это обращал внимание, не знаю, почему я все время говорю «мы». Я неоднократно обращал на это внимание, что там первый месяц после предсезонной подготовки локомотив просто сам не свой. И это было и зимой, это было и летом, и очень много мышечных травм. И, ну, просто видно, что команда не бежит, а потом она разбегивается. И вот уже там, начиная с сентября, мы действительно видим сильный локомотив, на который приятно смотреть, который играет в хороший футбол. Но только вот за эти полтора месяца мы успеваем потерять уже столько очков, что догнать соперников просто невозможно. Сейчас нет такой проблемы. Ни в одном из матчей я не видел, чтобы локомотив был слабее своего соперника в каких-то физических кондициях. Нет, мы хорошо бежим, мы хорошо бежим и на последних минутах тоже. И на первых минутах, что тоже бывает проблемой с локомотивом. Что бывало, что локомотив очень долго в матчи вкатывается, разбегивается и начинает играть там, не знаю, в какой-нибудь 30-е минуты. Нет, сейчас никаких с этим проблем нету. Нету проблем с травмами. Да, там Раков, Морозов получили какие-то повреждения. Но Морозов вообще в сборной получил повреждения. Раков действительно мышечная травма. Но молодой футболист, всякое случается, и тоже в сборной поиграл во Вьетнам, слетал зачем-то. Ну и тяжелая травма у Лукаса Фасона. Но по большому счету это тьфу-тьфу-тьфу. Все в этом сезоне. Это очень хороший показатель. Опять же, можете смотреть на наших соперников, у которых то и дело пропадают довольно важные футболисты. И вот в частности, Зенит, который потерял Максима Глушенкова на 4 недели, как они пишут. И скорее всего эти 4 недели будут уже закончиться после того, как мы с ними свой матч сыграем. Может быть нет. Может быть это все попытки дезинформации. И Глушенков на самом деле это тайное оружие, которое к Локомотиву будет готово. Но на самом деле не похоже. На самом деле действительно похоже на традиционную мышечную травму задней поверхности бедра, которую как раз на 3-4 недели футболистов выключают. У нас такого нет. И это слава богу. И могу за это только огромнейший респект выписать развивающемуся тренерскому штабу во главе с Михаилом Глоктионом, во главе с Олегом Левиным, с Кириллом Жинкиным. Они большие молодцы. Они учатся. И вот видимо в этом межсезоне наконец-то научились. К чему я это все говорил? Я наверное это не говорил к тому, что с физической формой понятно что делать. Понятно как ее улучшать. А вот эмоциональный фон, ты ничего с ним не можешь сделать. Хоть там ораву психологов найми. Но эмоциональное выгорание после тяжелого отрезка. Локомотив провел 11 матчей, из которых там 9 выиграл в чемпионате России. И 5 еще в кубке выиграл. Да, на тебя это постепенно давит. Оно тебе уже нужно... Да, вот у нас большинство футболистов, оно на уровне премьер-лиги, оно не боролось вот в таком формате, где тебе нужно каждый матч побеждать. До этого эти футболисты работали в формате, ну вот мы периодически побеждаем, вот мы где-то там рядом с тройкой находимся, ну и ладно, нам в общем-то этого хватает. У нас там Самошников с Рубином вылетал, Монтес с Альмерией вылетал. Часть команды находила их в зоне вылета при немцах, там Баринов с Карпукасом. Да, то есть вот они не то чтобы очень сильно приучены к борьбе за очки каждую неделю, без единой возможности вообще на эту самую ошибку. И это выматывает, это выматывает не меньше, чем беготня по полю. И здесь у тебя есть два пути. Вот как одерживать победы, когда эмоционально ты немц в своем пике, когда ты не можешь себя заставить там бежать лишние 20 метров, стелиться в подкате. Ну просто потому что, ну нету у тебя вот этой вот самой эмоциональной силы на это. Путь первый, это путь питерского зенита, когда у тебя просто команда настолько сильнее своих соперников, что даже без эмоциональных всплесков, без какой-то вот заряженности, у тебя все равно, ну чисто по футбольным скиллам ты сильнее соперника и просто их перекатываешь. Так, в общем-то, Зенит, например, в прошлом году стал чемпионами. Они вообще не были готовы эмоционально к этой борьбе. У них все ключевые футболисты в гробу видали борьбу за чемпионство очередное. Но они настолько сильны, что все равно бац-бац-бац-гол, бац-бац-бац-гол. Где-то там навес, где-то там рикошет на индивидуальных действиях, что-то там получается, побеждают. Это не наш путь. Локомотив не сильнее своих соперников на голову, чтобы просто чисто какими-то механическими действиями всех обыгрывать. Какие-то отдельные футболисты, возможно, могут себе это позволить, но не вся команда. Второй путь, это путь скамейки. И здесь у Локомотива внезапно для некоторых, но для меня на самом деле достаточно ожидаемо, об этом мы тоже говорили, оказывается то, что скамейка у Локомотива, ну, довольно длинная. И футболисты, которые сидят на этой скамейке, они квалифицированные. И вот что важно, и что, опять же, получается у этого тренерского штаба, у Галактенова в частности, это футболисты, которые не скулят, не ноют, не выходят с недовольным кислым лицом на матч и не отбывают номер. Это футболисты, которые выходят для того, чтобы показать себя и вырвать эту самую победу. Да, ну, у нас была победа над Спартаком, но в этой победе над Спартаком приняли участие, вот, 90 минут. Ну, малая, ну, не все футболисты Локомотива, давайте так скажем. И тот же Тимур Сулейманов, он хоть и выходил на Спартак, но я думаю, что он чувствует, что, ну, вот эта вот победа над Спартаком, она была, ну, не совсем его. Да, тот же Владислав Сарвелли или Наир Текнезян или еще кто-то. Да, эту победу добыл, там, Илья Самошников, Дима Воробьев, Леша Батраков, там, Раков, Карпукас, Оборона. Но они чувствуют свою недосказанность. Они чувствуют, что могут дать этому Локомотиву больше, чтобы их заметили, чтобы, возможно, в следующий раз их поставили в стартовый состав. И это очень важно, и это очень тяжело. Чего, например, тоже на скамейках некоторых футбольных клубов, не буду там уточнять, присутствует такое, да, что там сидят люди, которые, ну, не совсем довольны своим положением и, возможно, раздумывают над тем, чтобы уйти из команды. Когда выходят, ну, что есть, что нет, и от этих замен становится только хуже. У Локомотива такого нет, и в итоге атака, там, последние 15 минут, и в этой атаке Эдгар Севикян отбирает мяч, отдает на Владислава Сарвелли. Владислав Сарвелли очень здорово ждет, отдает в центр на Диму Баринова, Баринов на Батракова, Батраков на Текнезяна, Текнезяна на Сулейманова. А Сулейманов забивает мяч в ворота. Четыре человека, вышедших со скамейки, принимают участие в победной атаке. И, ну, для, ну, наверное, для Эдгара Севикяна это что-то новое, так он еще не делал, хотя, ну, в матче с Париенен, помним, что именно Эдгар Севикян отдал голевую передачу на победный гол Алексею Батракову. Но тот же Сарвелли, тот же Текнезяна уже не первый раз участвует в победной голевой атаке. Да и Тимур Сулейманов, у него первое голевое действие, первый гол в чемпионате России, но вспоминаем самый первый тур. И мы помним, что Тимур Сулейманов делает скидку головой на Владислава Сарвелли. Сарвелли простреливает в центре, Дмитрий Воробьев забивает. Да, то есть для него это тоже не первое участие в голевой атаке на последних минутах на победный гол. И видно, насколько всем им очень важно победить и насколько они все выкладываются. На самом деле очень много, думаю, что надо на этом остановиться, очень много видел комментариев, в том числе у меня в Телеграм-канале, про Наира Текнезяна, который типа не празднует, да, я там видел вообще сумасшедшие комментарии, в которых типа очень обидно за Тимура Сулейманова, он хотел отпраздновать с Наиром Текнезяном, а Наир Текнезяна его проигнорировал. Есть такой комментарий, я не вру, он на самом деле есть, может быть скриншот вставлю. Потом он не фотографируется с командой и этот тренд у него с первого тура, может быть даже и в прошлом сезоне, но я заметил вот, что Наир Текнезяна отсутствует на командных фотографиях с первого тура чемпионата России. Не знаю, с чем это связано, сильно подозреваю, что вначале это просто так получилось, а потом это уже просто идет на фарт и, ну, футболисты люди суеверные, ничего не хотят менять, если пока у команды все прет. Вот, но разгадка вообще на самом деле очень простая, если вы посмотрите на эти командные фотографии, то вы поймете то, что шкафчик Наир Текнезяна, он находится как раз вот за футболистами, которые фотографируются. И он сидит на своем месте, просто он не попадает в кадр, потому что люди его закрывают на переднем плане, он просто не рвется никуда на первый план, никуда в центр фотографии, но он там присутствует, это можно понять, например, по кружку, который записывается, после этого выкладывается фотография, вот на этом кружке он есть, вот после того, как все расходятся, оказывается, что Наир Текнезяна, вот он на заднем плане где-то там был, но его все закрыли. Я думаю, что он не лезет в кадр, ему это нафиг не нужно, но он не убегает из раздевалки, он не игнорирует команду, да, возможно, он не участвует в вот этом вот хлоплоне с трибунами, да, на это тоже, наверное, есть какие-то у него внутренние причины, но опять же, вот он дал интервью после игры, и видно, что у него все отлично с настроением, шутит, смеется, подкалывает сам себя, самая ирония никуда, Наировская не ушла, в общем, все у него нормально, и вот эти вот попытки найти очередного злодея в составе локомотива, это, конечно, ну, тот еще трэш, не могут болельщики локомотива поверить, что в команде все нормально, и, естественно, вообще не естественно, но болельщики локомотива по старой традиции пытаются найти какие-то проблемы в клубе, да, там то Алексей Батраков у них в Зенит уходит каждый день, то, не знаю, Лантратов, все больше не вратарь, нужно срочно искать какого-нибудь нового вратаря, то вот у Тикнезиана конфликт с командой, то еще что-нибудь придумают, я не знаю, откуда это берется, и почему нельзя просто наблюдать за командой, радоваться рекордному сезону, а столько очков у локомотива не было никогда, и столько забитых мячей после 11 туров у локомотива не было никогда, да, но вот порадоваться нет, нам нужны проблемы в клубе, поэтому у нас отвратительное руководство, которое никого не может купить, хотя практически вся эта команда куплена этим руководством, и вот она сейчас идет на вершине, у нас там отвратительный тренер, у меня у самого было немало претензий к Галактионову, но я всегда его перед вами защищал, всегда говорил о том, что, ну, посмотрите, у этого человека больше всех набранных очков, и, да, там, за календарный год мы лучшие, мы очень много забиваем, да, у него есть определенные проблемы, но он, самое его главное качество, это то, что все ошибки, которые допускаются, и которые приводят к потере очков, они очень быстро исправляются, и вот после матча с Динамо, который, ну, мне не понравился, из-за которого я его раскритиковал, ни в одном матче следующем, даже в проигранном матче к Краснодару у меня нету ни одной претензии к Михаилу Галактионову, я могу ему за этот сезон только поаплодировать, он там выставлен на лучшего тренера месяца, и, на мой взгляд, это абсолютно заслуженно, да, Мусаев тоже много очков набирает, но, на мой взгляд, все-таки Михаил Галактионов делает это в более красивом стиле, и, ну, может быть, я, конечно, болельщик Локомотива, и мне так кажется. Все-таки Краснодар обыграл и Локомотив, и Зенит, наверное, это чего-то стоит. Вот, не знаю, мне это не устает поражать, я, наверное, с этим уже более-менее свыкся, и меня вот это уже не так бомбит, как, скорее, веселит, да, потому что, ну, в начале сезона вот эта вот хрупкая материя побед Локомотива, она могла разрушиться об вот это вот недоверие болельщиков, которые готовы каждый матч, даже победный матч, крыть своих футболистов, на чем свет стоит, и искать худших на поле. Сейчас как будто бы Локомотив уже сам в себя верит, и даже болельщики, которые вот в матче с Оренбургом нашли крайних в виде Наира Тикнезяна, не с Оренбургом, с Крыльями Советов, извините, в матче с Крыльями Советов нашли крайнего в виде Тикнезяна, который якобы чем-то недоволен, и Карпукаса, который сделал несколько, ну, действительно, не лучший матч Карпукаса, но я как говорил, так и продолжаю говорить, то, что Карпукас сейчас ключевой, наверное, футболист Локомотива, и без него единственного вообще из всей команды, без кого я бы точно не хотел вообще выходить на поле. Да, если, там, не знаю, Монтеса или Немси, без которых тоже не хочется уже выходить, можно в теории кого-то из них заменить Морозовым, то, а, там, не знаю, Воробьева заменить Сулейманова, на флангах атаки тоже есть свои варианты, то вот выходить без Карпукаса я бы вообще не хотел, и, на мой взгляд, у Локомотива просто нет ему замены. Да, ну вот, все равно находятся болельщики, которые, вот, им не понравилось, как сыграл Карпукас, вот они его хотят на скамейку посадить. Не знаю я, зачем это нужно, но сейчас это уже как-то не бомбит, и есть ощущение, что Локомотив поверил в себя, поверил своей силой и уже вот таким вот недоверием со стороны экспертов, со стороны болельщиков их со своего пути не сбить, даже вот, собственно, в таких тяжелейших матчах, которые были на выходных в матче с Крыльями Советов, где соперник провел отличнейший матч. На самом деле, один из лучших матчей Крыльев Советов в этом сезоне, и тоже все эксперты, которые любят преуменьшать заслуги Локомотива, сказали о том, что вот Крылья сыграли очень здорово, нашли свой баланс в обороне и в атаке, наконец-то, да, там не оголяли линии, не ошибались индивидуально, но вот даже такие Крылья Советов, Локомотив, на самом деле, довольно забавно. Смотрел вырезку из коммент-шоу про Локомотив, и они там первый блок минут 10-15 просто хвалили Крылья Советов, хвалили Осенькина, говорили, какой он классный, какой классный тренер, какую классную команду создает, и какие Крылья Советов сильные, и как они здорово провели этот матч, а потом, ну вот, закончили вот это вот похвалу в адрес Крыльев, и Казанский, по-моему, задает вопрос, а что-то долго Локомотив эти Крылья взламывал, вам не показалось? Да, то есть вот настолько уже к Локомотиву отношение, что даже когда Крылья проводит свой лучший матч в сезоне, все равно от Локомотива как будто уже ожидание, что, ну, надо и вот эту сильную команду тоже взломать на раз-два. Но так не бывает. К сожалению, если соперник играет правильно, если соперник играет сильно, взламывать его тяжело. Хотя моменты были. Надеюсь, что Эдгар Севикян в скором времени его прорвет, вышел на замену фантастическим просто образом, очень много пользы создал, задолбал, наверное, всех на своем фланге. Обыгрыш, вход в штрафную, передачи, удары. Огромнейший молодец. И, ну, вот, я не сомневался в Эдгаре. Знаю, что многие, опять же, сомневались и говорили, зачем он нужен. Человек не закрепился в Ференс Варыш и все такое. Ну, я рад за Эдгара. Я знаю этого парня. Я знаю, что он способен на еще большее, чем сейчас показывает. Вот. Ну, и отдельную похвалу, наверное, все-таки надо сказать. Я вскользь упомянул. Немси и Монтес. Монтес заблокировал удар на последних минутах. И вообще провел очень классный матч. Его диагонали, как они проходили на Максима Нинахова. Вау. Да. Обычно он с правой ноги, когда в своих прошлых клубах, с правой ноги делал диагонали налево. А тут у него передачи шли с левой, видимо, ноги направо. И они как-то вот скакали, скакали, скакали. И доскакивали до нашего крайнего защитника. Это было очень круто. Ну, и в целом, да, в единоборствах, ключевых единоборствах, все Монтес выиграл. Ничего не проиграл. Матч без ошибок. Но особенно, конечно, поражает Жорзино Немси. Потому что, ну, я знал, что этот парень не уступчив в единоборствах. У него классные физические кондиции. Но вот последние матчи Жорзино Немси великолепен в позиционной игре. Он классно двигает мяч. Он может пойти вперед и пытаться отбирать мячи у чужой штрафной. В общем, я не знаю, но этот Жорзино Немси, он вообще не похож на того Немси, который был по весне. Может быть, на него так подействовал приход Монтеса. Он почувствовал уверенность в этом. И тоже в Коминшоу Григорян, по-моему, заметил о том, что Немси и Монтеса как будто с детства за одной партой сидели. Ну, не бывает так, что за 2-3 недели два центральных защитника настолько классно друг с другом сыгрываются, что они друг друга страхуют, они четко знают, кто куда идет, кто где должен остаться. Выходят там в офсайдные линии и все такое. Но здорово. И, конечно, Жене Морозову вот такую пару защитников разбить будет очень тяжело. Но посмотрим. Я за Женю Морозова переживаю, но пока абсолютно ему места в составе нет. В общем, тяжелый матч. Выстрадали. Благодаря скамейке одержали победу. И с прошлого блока после сборных у нас 6 побед в 6 матчах. 2 победы в Кубке и 4 победы в чемпионате России. 2 победы в Кубке обеспечили нам проход с первого места. Теперь мы ждем соперника. Это будет или Динамо Москва, или Динамо Махачкала. И неизвестно, что из этого хуже для нас. Потому что, ну, то, как Динамо сыграло против ЦСКА, вы видели. Локомотиву такие соперники сейчас, наверное, прям, ну, самое приятное, что только может быть. Когда тебе огромные зоны, беги, не хочу. Махачкала-то как раз зубастый. Плюс у нас оба матча будут до Нового года, первой стадии плей-оффа. Но ездить в Махачкалу, дополнительный выезд, все-таки, наверное, не особо приятно. А так с Динамо Москва сыграл в Москве, сыграл в Москве. И вот, и ушел в отпуск в новогодние. И готовится к возобновлению сезона. В общем, не знаю, что из этого хуже. Но главное, что Локомотив свою задачу выполнил. То есть мы точно занимаем первое место. И в Ростов можно ехать вторым составом. Опять же, ситуация с Глушенковым показывает, что потерять ключевого футболиста на месяц можно абсолютно в любой ситуации. Глушенков вышел против Акрона при счете 4-0 на какой-то там 65-й минуте. И получил вот эту мышечную травму, которая, ну, для Зенита она создаст огромные проблемы. Они Оренбург обыграли с огромным трудом. Не буду говорить про этот пенальти. Который, ну, на мой взгляд, не стоит назначать такие пенальти. Когда вы боретесь с легковесными пенальти. Ну, назначены-неназначены. Но главное, что по игре-то у Зенита были огромные проблемы с тем, чтобы взлабывать оборону Оренбурга. Да, там у Оренбурга тоже было не то, чтобы много моментов. Но моменты были. И Латышонок в одном моменте очень здорово потащил. Так что без Глушенкова по-прежнему Зениту будет очень сложно набирать очки. Особенно в матчах против сильных соперников. Такими, как, например, были Крылья, которые играли против нас. А там еще и Глушенкову форму нужно будет набирать. Короче, мысль такая, что в Ростов на поезде, на матч, который ничего абсолютно не решает ни для нас, ни для Ростова, не надо отправлять основной состав. И не дай бог кто-то где-то получит какую-то травму. Это будет, наверное, самое обидное, что только может быть. Вот. Ну, главное, наверное, то, что мы набрали 4 победы в 4 матчах. Обыграли Спартак. И имеем 27 очков после 11 туров. Это гораздо больше, чем 2 очка за игру. Это 2.45, насколько я помню. Насколько я считал. Надо понимать то, что год назад Краснодар точно так же шел с 27 очками после 11 туров. И казалось, что вот эта непобедимая команда, которая сейчас промчит и составить ей конкуренцию будет очень тяжело. Но потом бац, 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 бац. И до конца первого круга они набрали еще 5. То есть за 4 матча, за которые можно набрать 12 очков, они набрали 5. Соперники будут ошибаться. Соперники будут терять очки. У Краснодара следующий матч со Спартаком. И там может произойти все, что угодно. И не надо демонизировать наших соперников. Не надо думать, что против нас там Краснодар с Кордобой. И Кордоба в одиночку будет все матчи завозить и забивать по 2-5 голов за матч. Не будет этого. В определенный момент наступят проблемы для Краснодара. И там, где они перебрали очков, они, соответственно, были у них матчи, в которых они не совсем правильным образом добыли очки. Да, они там, не знаю, обыграли Акрон, обыграли его крупно, но долго, очень долго взламывали этот Акрон. А гол забили, но ЭСК признало, что судья должен был отменять этот гол. Потом с Зенитом они выиграли гол, где им Караваев подарил, но они должны были там с 15 минуты играть в меньшинстве. И с нами они выиграли 3-0, но при счете 1-0 мы забиваем чистый гол, и нам его отменяют из-за какого-то мнимого офсайда. Немножечко-немножечко перебирает свои очки Краснодара. И у них таких... А, ну с Динамо, да, помните тоже момент, где валит Черников двумя руками на Гамалеву своей штрафной, а Карасев этого не замечает. Это все будет сказываться. Свои очки Краснодар еще потеряет. Зенит и так эти очки теряет. В общем, нам главное, конечно, свое набирать. И календарь благоволит. На мой взгляд, очень хорошо, что сейчас это пауза на сборной. Многие переключатся, освежатся, потом приедут в локомотив и уже со свежими эмоциями, со свежим настроением побеждать, собственно, и продолжат этот путь. Я верю в команду, я надеюсь, что все будет хорошо. Я обещал пару слов сказать про то, как мы, собственно, добились, если вы... Как мы добились того, что мы нас 27 очков после такого количества матчей. Ну, собственно, я уже эти темы косвенно затронул. Это прекрасная физическая подготовка, за которую я могу поаплодировать тренерскому штабу. Это длинная скамейка, которая очень здорово себя проявляет. Отличная трансферная кампания, но про трансферы я уже говорил. И сейчас, наверное, только подтверждаются те выводы, которые я делал в ролике про трансферную кампанию. И Эдгар Севикян, и Сесар Монтес, которые пришли к нам в сентябрьскую паузу, вот уже сейчас можно точно сказать, что они пришлись в пору. Они делают пользу. У Севикяна там уже три голевых передачи. И вот в матче с Крыльями Советов очень здорово сыграл, хоть и не набрал баллов в результативность, но он там лучший по многим параметрам, хотя сыграл всего там 30 минут. Ну, Сесар Монтес тоже прекрасно влился и очень здорово усилил нашу линию обороны. Тактическая гибкость – это очень важный фактор, потому что локомотив, ну, я никогда не видел настолько гибкий локомотив, который, ну, я об этом говорил со Спартаком, и вот матч с Крыльями Советов – это, ну, снова другой локомотив. Это снова, ну, ближе локомотив к тому, что было с парей НН. Локомотив, который пытается разыгрывать позиционные атаки и пытается разными приемами взломать соперников. Есть, ну, может Самошников смещаться с фланга в центр, да, может Батраков оставаться сзади, Баринов с Карпукасом идти вперед. Могут фланги взрывать Пеняев или там Нинахов, например, неожиданно открываться высоко на фланге и получать передачи длинные от Монтеса. Да, и стандарты очень хорошо летят от Батракова, да, то есть только у стартового состава есть несколько вариантов того, как взламывать эту оборону, и они этими вариантами поочередно пользуются. Сейчас так, 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 так. Окей, не получилось. Тогда в ход идут запасные футболисты, и здесь у нас тоже есть несколько разных вариантов того, как мы играем, да, то есть это через Эдгара Севикяна, через его индивидуальные действия с опусканием Самошникова вниз, и, соответственно, Эдгар должен где-то придумывать, входить в штрафную, и уже замученного Самошниковым, крайнего защитника, еще больше замучить и внести в это какие-то коррективы. Хотя Севикяна и справа, и слева, и по центру появляется такой вездесущий парень. Есть схема с тем, что мы выпускаем Сарвели, а Батракова опускаем вниз, и это создает нам дополнительную возможность для того, чтобы надавить на соперника. Причем, ну, я думал, что мы будем пользоваться этим только в матчах, где мы не побеждаем, где нам нужно добывать результат, как, опять же, в матче с крыльями Советов. Но матч со Спартаком показал, что вот Воробьев забил гол, сделал счет 3-1, и потом все равно решили использовать вот эту тактику с тем, что у нас Сарвели выходит, а Батраков уходит немножечко в глубину. Я ожидал, что там, конечно, будет Тимофеев играть, но вот так, и так тоже Локомотив может играть. Да, ну, и выход Тикнезяна, он, конечно, в основном по позиции, и выход Сулейманова, да, тоже по позиции, не меняется схема, но эти футболисты действуют в ином ключе, чем те футболисты, которых они меняют. Да, если Пеняев это скоростной дриблинг в штрафную, то Тикнезяна это более умный футбол, больше перемещений, больше получения мяча рядом со штрафной. А Сулейманов это просто борьба, 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 и где-то одно касание внутри штрафной, которое и стало победным с крыльями Советов. То есть вариативность этого Локомотива, она, ну, она просто сумасшедшая. Локомотив прошлого сезона, это был Локомотив, ну, не хочется негативной окраски, но, поймите меня правильно, да, это был довольно тупой Локомотив. Это был Локомотив, который играл через «Отдадим Антона Мирончаку», «Отдадим Максиму Глушенкову», «Они дальше куда-нибудь мяч протащат», «Что-нибудь придумают» на своем гении. Да, то есть вот, ну, да, были у нас определенные какие-то идеи, но в основном все это хаотически совершенно менялось, и не то, чтобы как-то прекрасно работало, именно систематично. Сейчас Локомотив просто вот смотреть на Локомотив с какой-нибудь тактической камеры, одно удовольствие, и я получаю прям огромнейшее удовольствие, и огромный кайф ловлю от этой команды. И это еще я жду возвращения Вадима Ракова, который должен вроде как в эту паузу начать тренироваться в общей группе. На самом деле, я думаю, что Вадик Раков тоже еще своего слова не сказал, потому что, ну вот, по лету он начинал становиться важным футболистом Локомотива, и его было тяжело сдержать. И я думаю, что он так же, как и запасные футболисты, он точно еще не наелся этими победами, еще не присытился, и, возможно, тоже станет таким важным ключевым фактором наших побед, по крайней мере, в этом году. Что будет в следующем, я даже представить себя боюсь, но вот нам осталось 7 матчей в чемпионате, насколько я помню, и 3 матча в Кубке России, один с Ростовом и два в плей-офф. Вот я думаю, что даже вот в этих матчах Вадим Раков еще свое слово скажет. Невероятно интересно наблюдать за этим сезоном, за Локомотивом, за молодежью, и не только за молодежью, в принципе, за каждым игроком Локомотива ни к одному из них вообще не могу предъявить никаких претензий, они все огромные молодцы. Тренерский штаб молодец. Ну, а мы ждем возвращения всех игроков из сборной, матча с Химками, и дальше уже будем готовиться к Зениту. Хотя, ну вот, после всех этих побед, на самом деле, ну, матч с Зенитом, он уже не является таким прям супер-мега важным, супер-мега вот все или ничего, как поет один из болельщиков Локомотива. Это, ну, просто будет матч с Зенитом. Тоже у меня спрашивают, а нужно ли, там, не знаю, Батракова и Самошникова, которые висят на желтых карточках, не выпускать на Химки, чтобы они были готовы к матчу с Зенитом. Ну, как бы, ну, при всем уважении, наличие Батракова и Самошникова никак не гарантирует нам победы над Зенитом. Если бы гарантировали, то можно было бы об этом задуматься. А матч с Химками ставить под угрозу из-за, ну, никаких гарантий довольно странно. Надо, не надо обманывать футбол, никогда это ни к чему хорошему не приводит. Нужно выходить. Да, конечно, нужно Батракову, как и перед матчем со Спартаком, сказать, мальчик, давай поаккуратнее, свои желтые карточки не получай. Ну, как бы, собственно, вот он уже их даже близко не... И со Спартаком не получил, и с Крыльями Советов не получил, и перед Спартаком не получил. В общем, с Оренбургом, да, по-моему? Игра была... Ну, как бы, с чего бы ему эти желтые карточки получать? Нужно просто поаккуратнее действовать и держать это в голове. И все будет нормально. Вот, и, ну... Ну, все равно, конечно, важный матч Зенита. Все равно никуда от этого не деться. Все равно мы будем с особым усердием ждать этот матч и с особым настроем его воспринимать. Но, по большому счету, да, Локомотив снова создал себе задел, такой же, как был у нас перед Краснодаром, что, ну... Да даже, вы зная, ничья для Локомотива будет отличным результатом и никак не повлияет на вот эту вот тихую борьбу за чемпионство, про которое мы не говорим, но подразумеваем. Идем от матча к матчу, как любят выражаться все футболисты Локомотива и Галактионов в частности. Все, больше мне нечего сказать. Много наговорил, но хотелось высказаться. Тем более пауза и... Большой отрезок пройден. Это уже больше третья чемпионата за плечами. С вами был Тим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok